Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Живём с парнем год в моей квартире, поработаем, у него своё дело. Я на работодателя. Постоянно слышу упрёки, что на работе я не устаю, постоянно только иное, работа подумает, лежит тоже на мне, труд не ценит, не уважает, как ему объяснить, что я тоже человек. Виктория, ну, здесь ситуация такова, что вполне возможен абьюз. Я, конечно, не могу быть уверен, да, вот, и не всегда такая ситуация, которую вы описываете, является абьюзом в привычном смысле этого слова. Но то, что абьюз вполне может быть, этого факта нельзя исключать. Мы сейчас не будем говорить про вашего молодого человека, потому что его мы не поменяем, его мы не переделаем, вот. Да и невозможно, в принципе, это и не нужно, как мне кажется. Важно другое, что спрашивая нас, как донести до него, что вы тоже человек, вы как будто бы сомневаетесь в том, что вы тоже человек. Вот, абьюз, с одной стороны, становится из-за некой позиции абьюзера, партнера. Это не обязательно мужчина, это может быть и женщина. Хотя, абьюз принято воспринимать в контексте мужчины абьюзера, но, на самом деле, к полу это не привязано. Вот. Это становится возможным и благодаря другой стране. Стране вашей. Стране, так сказать, угнетаемой. И здесь вопрос, каким образом я оказалась в такой ситуации, что меня угнетают, а я пытаюсь что-то доказать. Почему моя ценность постоянно ставится под сомнение? Да, с одной стороны, это делает человек. Это правда, с одной стороны. Но, с другой стороны, ведь почему-то это стало возможно в отношениях со мной, а значит, я где-то сомневаюсь в себе, значит, я где-то себя не проявляю, значит, я где-то с себя подавляю, значит, я где-то с собой жертвую, где-то подстраиваюсь там, где эта подстройка является ломкой меня. Понимаете? И, на мой взгляд, вот так вот глобально, чтобы данная ситуация исправилась, скорректировалась, нужно, чтобы вы демонстрировали сами свою ценность, чтобы вы демонстрировали сами свою важность, чтобы вы демонстрировали сами себя, свою природу, свои интересы, может быть, и были более цельны, как личность. Да, конечно, коммуникация имеет значение, как сказал мой коллега Кутрущев Игорь Леонидович, это правда, но не из одной только-только коммуникации выстраиваются подобные отношения. Справедливости ради, вы можете действительно перейти на я-сообщение, действительно более конструктивно выстраивать диалог, но если вы не находитесь в контакте с собой, если вы не находитесь в контакте со своими чувствами и, как бы, переключаетесь, условно говоря, в ущерб себе, на другого человека, в данном случае на вашего партнера, то толку от подобной коммуникации не будет, особенно если учесть, что ваш партнер, скорее всего, на данный момент не заинтересован в том, чтобы на эту коммуникацию переходить. Ему гораздо лучше и удобнее вас принижать. Спросите себя, то, что вы взвалили весь труд на себя домашний, то, что вы живете в вашей квартире. Как вам это? Какая вы в этом? Нравится ли вам такая позиция? Нравится ли вам такое состояние? Каким образом вы к этому пришли? В конце, в конце концов, что вы чувствуете к своему парню, да, тоже нужно учитывать и нужно разобрать. Не всегда то, что мы называем любовью, есть любовь. Не всегда то, что мы называем симпатией, есть симпатия. И наоборот. Поэтому важно, чтобы вы лучше разбирались в себе. И в этом вам может как раз таки помочь психотерапия. Вот, как-то так. И форма, путь, который вы выберете для того, чтобы донести человеку и не только этому человеку, что вы тоже человек, вы выберете сами. А не возьмете у кого-то другого. Потому что вы человек, и мы люди. Но у каждого свой способ донести до другого то, что ему важно. И вам нужно найти свой способ, которым вы были бы прекрасны. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.